снова здравствуй дорогой зритель наконец у меня дошли руки закончить окончательно обзор на достаточно интересную модель lenovo жук z2 собственно говоря сейчас это и будем делать для тех кто не в курсе либо забыл меня зовут михаил а вы на канале картовый блогер давайте приступим знакомиться до будем знакомиться с данной модель помимо самого телефона у меня пришло к нему несколько расходников значит во первых до 2 расходника нилкин нет это на не расходники это скорее аксессуар расходники это и выкинул до аксессуары пришли нилкин нилкин моффи да достаточно для известные фирмы в первом случае это кабель значит еще раз до lenovo жук z2 у нас не микро юсб а тайп си c как правильно называть не знаю да поэтому если вы до этого пользовались яблоком либо стандартным андроидом который имеет переходник не переходник да а вход микро юсб до озаботьтесь о том чтобы тайп c у вас был вы могли заряжать давайте самого начала посмотрим внешний вид как он будет выглядеть чехла цвет на данный момент ну и собственно говоря в дальнейшем будет только белый с чем это связано он снимается с производства и собственно говоря скоро и даже белого не будет хотя телефон достаточно интересный скажу прямо смотрите нилкин не просто чехол он еще и видимо имеет какой-то магнитик внутри и собственно говоря мы начинаем через чехол видеть время а также эти секунды бегают не думай о секундах свысока все что можно или нет можно еще вот так поставить можно вот так поставить в общем есть достаточно большое количество но вариантов часов которые вам будут нравиться например нравится вам такие часы да пожалуйста вас будет окошко с такими часами и секундами а при всем при этом звонить набирать и так далее и тому подобное судя по всему через это окошко нельзя можно только вот выбрать часы по вкусу ну это уже достаточно много а значит сзади немножко ребристая стандартная поверхность нилкина проклеена все хорошо сидит все великолепно то есть каждая дырочка все на своем месте второй вариант это бампер от мафи такой под кожу сделанной вроде тоже неплохо но как-то по основную функцию да там положил чтобы азади ничего не поцарапалась не попортилась он выполнит до проблем никаких нету в целом все вот как вот все удобно все хорошо немножечко такой даже не знаю на кожу конечно немножко похоже но не так уж сильно по моему все таки вот он вот это в принципе самый лучший вариант все давайте я сейчас уберу и вернемся ознакомиться с телефоном и так ознакомились с чехлами ознакомились с проводочком кабелёчком давайте теперь ознакомимся с самим телефоном значит сзади у нас пластик под стекло целом все линии все прям симпатично интересно хорошо а пятерка диагональ сканер отпечатка поддержка 4g как бы ну это стандартный набор а далее начинается самое интересное самое интересное заключается в чем в том то что в нем стоит при его невысокой цене 10 чем-то тысячном менее 11 у него есть snapdragon 820 с тактовой частотой максимальной тактовой частотой 2.15 гигагерц это более чем у него есть 64 гигабайта встроенной память этого ну опять же очень даже достаточно для много чего и у него есть оперативной памяти аж целых 4 гигабайт шестой android и собственно говоря этого уже в принципе достаточно для вот всего что только нужно но у нас есть еще очень хорошая камера давайте наверно нет не так попробуем сделать ведь насколько хорошо он передает а на минуточку камера которая снимает все это дело да это 16 мегапиксельная sony то есть ну там достаточно хорошая камера далее мы начинаем понимать что есть безумное количество автоматических настроек до челкнем даже а в принципе вы можете посмотреть в описании к видео будут выложены фотографии на вернее будет указана ссылка на яндекс диск там будут находиться фотографии вы сможете посмотреть исходники а что интересного мы заходим в чем здесь это практически ничего такого в настройках нету кроме того что ну там сразу выбирать что мы хотим там вспышка панорама замедленная съемка а либо ускоренная съемка достаточно интересные режимы то же самое с фотографирование да только добавляется hdr автоматически идет видео если вы захотите какие-либо настройки делать с камерой то нам нужно будет тогда зайти в настройки а в настройках зайти в камеру и здесь уже выбрать да там тоже самая замедленная съемка сколько мы хотим fps 120 240 960 установили отдали звуки затвора сетки локация качество и разрешение до что мы хотим соотношение сторон мегапикселей так далее все здесь настраиваем помимо прочего есть видео передние задние 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 да фото видео задняя камера что мы хотим hd 720 hd 1080 либо ультра hd 4k не вопрос телефон снимают формате 4k шикарно да вообще шикардос да то есть в таком бюджете просто потрясающий камера что у нас еще есть у нас есть кнопка да значит причем кнопка она настраиваем это помимо того что сканер отпечатка пальцев это еще настраиваемая кнопка вот она называется и у тач и мы можем выбирать в настройках что будет происходить после двойного нажатия там свайп влево свайп вправо долгое нажатие долгое касание то есть ну там можно выбрать что мы хотим а при всем при этом у этой кнопки но по мне я привык большим телефоном и когда я играл в игры когда я играл в игр до джойстик находится как правило здесь а я достаточно часто вот чуть-чуть ее задевал пальцем она чувствительная и в игре выскакивал там закрыть не закрыть то есть вот чуть заденешь и все но есть немножко при мастырица да если вы привыкли к маленьким телефоном а пятерка я считаю маленький телефон диагональ то вполне возможно вы этого даже не заметить значит что сейчас вам покажу сейчас я вам покажу результаты тестов они более чем а я вам покажу игры да насколько все хорошо ну давайте скажем танчики на максимальной настройки 60 fps ребят реально мощный клевый телефон по переводу ну смотрите все переведено без проблем тут не то что иероглифов да там лишний раз нету на английском языке какой-то надпись все до прошивка нормально все хорошо звонит звонит ну да и ладно много я говорю посмотрите результаты тестов какова Продолжение следует... 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 либо на Жук Про, да, ну, соответственно, за два версии, но я остался на Lenovo P2, несмотря на то, что он, хотя нет, в принципе, тоже 4 гига оперативки, чем P2 Lenovo мне нравится, у него есть NFC, то есть можно оплачивать вместо банковской карты не носить с собой кошелек, у него диагональ 5,5, я люблю все-таки более большие, и у него аккумулятор 5100 мА, помимо прочего, у него есть такая вот кнопочка, которую я прям люблю на ночь, включаешь, отключается все, кроме звонков и смс, а здесь опять же, все удобно, все хорошо, но вот цена, абсолютно адекватная для него цена, были некоторые люди, которые писали, да, в предыдущих видео о том, то, что вот Жук там сняли с производства, лясем, трясем, дальше ты чё? Ну, сняли его с производства, вы получаете абсолютно работу, рабочую лошадь, да, с нормальной прошивкой, с хорошим, актуальным железом на борту, ну, актуальность этого железа будет там, как бы, еще долго, не вопрос, она будет тянуть любые игры, которые там сейчас выходят, все будет хорошо, и чё? Ну, сняли его с производства, дальше-то что? Канарейка за копейку фактически получается, то есть, поет, не ест, ну, блин, все чудесно, все хорошо, в общем, регулярным товаром он у меня становится, о чем это говорит, о том, что вы его сможете заказать с доставкой из Москвы, товар в наличии, значит, заходите в группу, там, да, актуальная цена, и наличие, ну, как правило, будет указано, если он есть в продаже, значит, он есть, пишите, заказывайте, не хотите у меня, хотите из Китая с нормальной прошивкой использовать кэшбэк, да не вопрос, ссылка на китайцы есть, продавец адекватный, ну, опять же, проблем никаких нету, заходите, заказывайте, а в целом, телефон очень даже, и, собственно говоря, он немногим дороже, чем тот же самый Meizu U10, да, они очень похожи по размеру, но при этом Meizu U10 имеет всего 2 гига оператива, там, либо 3, и, там, либо 32 в стройке, здесь 64, этого вам, скорее всего, хватит, вы сможете обойтись без флеш-карты, без карты памяти, а 2, здесь 4 гига оператива, ну, как бы, тупить он будет минимально, процессор мощный, да, 2,15 тактовая частота, это прям, вот, на все хватит, там, хочешь в танке, играй в танке, он потянет, проблем никаких, поэтому, наши частоты, вы видели, работает 4G, опять же, проблем никаких, B7, и, если не ошибаюсь, B20 у него присутствует, в общем, белый цвет, если вас не смущает, берите с удовольствием, чехол видели, в белом чехле, ну, получается вообще, по-моему, очень даже, небольшой, классный, прикольный телефон, все, пора закругляться, ежели какие вопросы, пишите в комментариях, либо ко мне стучитесь во ВКонтакте, скоро будет обзор, на его более старшего брата, Жук Z2 Pro, там есть интересный датчик, он немножко помощнее, ну, и по внешнему виду, немножко отличается, хотя даже не немножко, а существенно, в принципе, отличается, если вот предметного в руках держать, скоро дойдут руки, сделаю обзор на него, а пока с вами прощаюсь, всем всего, ну, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok